Здравствуйте! В эфире Капитал, программа о деньгах и финансах. В студии Александр Ткаченко. Еще на 60 дней в России продлили запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Речь идет о непищевых продуктах содержание метилового спирта более 25%. Такая мера, считают Роспотребнадзоре, позволит уменьшить число отравлений от суррогата. Напомним, первоначально запрет ввели после того, как в Иркутской области скончали 76 человек, которые употребляли лосьон для ванн-боярышник. Еще около сотни пострадали и были госпитализированы. В составе настойки оказался опасный метиловый спирт. В ходе рейдов при Амуре специалистами было изъято более 460 литров. Это почти 4300 пузырьков боярышника и другой сомнительной продукции. Весь товар конфискован. Сейчас продажи непищевых спиртосодержащих продуктов остается под запретом. Амурские общественники предложили в целом пересмотреть правила торговли алкоголем. Новые правила обсудили за круглым столом, который прошел в общественной палате. Все предложения будут учтены при принятии новой редакции закона Амурской области. О вопросах регулирования розничной продажи алкоголя и тонизирующих напитков. Подробности в нашем следующем материале. Поправки в областной закон о торговле спиртным вносятся в связи с вступлением в силу новых федеральных правил реализации алкоголя. Так уже с 31 марта произойдет разделение лицензирования на этот вид деятельности для частников и предприятий общепита. В первую очередь это связано с работой контролирующей объемы продажи горячительного в системе ЕГАИС. От розничной продажи освобождается, через систему ЕГАИС освобождается предприятие общественного питания. Поэтому с 1 июля эти лицензии будут разделены и к общественному питанию будет применен иной метод контроля. Там есть маленько другая система не продаж, а списание алкогольных продуктов. Новый законопроект может также ограничить продажу спиртного в кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах и общежитиях. Именно эта норма вызвала особую обеспокоенность у амурских предпринимателей. Та же гильдия рестораторов при Амуре предложила не относить к этим правилам и временным ограничениям предприятия общественного питания, стоящие в отдельных зданиях. Крайне заинтересованы, чтобы как раз отсеять эту мимикарию, подстройку нерадивых предпринимателей под общепит и вывести законопослушных организаций. Это проблема уже давнишняя. Если объединим усилия, я думаю, только будет на пользу. Кроме мест торговли алкоголем, общественники предложили и узаконить объемы спиртного. Несмотря на то, что в России уже действует закон, запрещающий реализацию спиртосодержащих смесей в таре более полутора литров, эту инициативу хотят отдельно прописать и в областном законе. Добавить дополнительно пункт пятый, это изменение в часть первой статьи первой законовой скорости, именно пункт пятый в следующем содержании, что в полимерной потребительской таре объемом более тысячи миллилитров с первого лета 2017 года. То есть продублировать нового федерального закона для того, чтобы все-таки участники рынка наше место все-таки дополнительно были проинформированы. Уже в феврале все принятые на круглом столе поправки будут отправлены на рассмотрение губернатору Амурской области. Не исключено, что некоторые из этих предложений войдут в новую редакцию закона о торговле алкоголем. Юрий Камышный, Иван Сюмак, Первый областной канал. Начался прием заявок на Амур-экспо-форум 2017. Планируется, что благовещенские мероприятия пройдет с 26 по 28 мая. Китайская торгово-экономическая ярмарка в Хэйхэ распахнет двери для гостей и участников с 22 по 24 мая. Правда, пока даты проведения двухстороннего мероприятия предварительные. Точными они станут уже после согласования в областном министерстве внешнеэкономических связей. Совместные российско-китайские выставки пройдут в этом году уже в третий раз. Главная тема этого года будет посвящена экологии. В настоящее время уже начали принимать заявки на участие. Известно, что на данный момент их уже около шести. Заявки принимаются по адресу Шимановского, 27, 3 этаж, кабинет 315. Телефоны для подробной информации на нашем экране. Амурским предпринимателям предстоит переход на онлайн-кассы. В 2017 году, согласно федеральному закону, кассовая техника с электронной контрольной лентой становится недействительной. На смену старым кассовым аппаратам приходят онлайн-кассы. Они уже с фискальным накопителем и самостоятельно передают данные Федеральную налоговую службу в режиме реального времени. В какую сумму обойдется такое обновление и как отнеслись к нововведениям сами предприниматели расскажем прямо сейчас. Чтобы подготовиться к новшествам, у бизнеса осталось несколько месяцев. Между тем, нововведение обрадовало далеко не всех. В частности, те, кто ведут свой бизнес в селах, опасаются разорения. Владелица маленького сельского магазина в Никольском признается, многие из местных жителей берут продукты в долг и порой эта сумма превышает 200 тысяч. С установкой онлайн-кассы тетрадки должников придется забыть. Приходят бабушки и дедушки, которые просят, дайте в долг не на что жить. Магазин к деревне относится, уголь купи, дрова купи, на продукты нет. Мы будем это КГТ, отпипикали, продали мы этот продукт. Все ушло у нас, товар ушел, выручка у нас такая, а фактически у нас этой выручки нет. По замыслу авторов проекта, организации и индивидуальные предприниматели, которые применяют контрольно-кассовую технику в этом году должны перейти на модели с фискальными накопителями данных. С 1 февраля уже нельзя будет зарегистрировать КГТ старого образца, правда применять такую технику можно до 1 июля текущего года. Как отмечают специалисты, в итоге за новшество придется расплачиваться покупателям. Абсолютно большинство, конечно, вынуждено будет использовать, закупить новую технику. Как быть? Как правило, все дополнительные затраты ложатся дополнительным грузом на стоимость товара, то есть в конечном итоге все эти затраты будут компенсированы за счет повышения цены со стороны и оплаты этой цены с покупателями. Между тем, для обычного магазина с одной кассой обновление оборудования обойдется в сумму до 50 тысяч. Так, стоимость самого кассового аппарата варьируется от 17 до 33 тысяч рублей. В компании техобслуживания рассказывают, сейчас в наличии более 250 различных онлайн-касс как для крупного, так и для малого бизнеса. Мы уже ставим и КОФД подключаем, и через налог.ру регистрируем клиентов, ставим на учет технику, но пока желающих не слишком много, потому что у нас люди привыкли до конца дотянуть. Очень не хотелось бы, потому что в конце будут пиковые нагрузки, не хотелось бы оставить кого-то без кассового аппарата с 1 июля. Новый закон в первую очередь призван защитить права покупателей. Онлайн-кассы будут выдавать не только бумажные чеки, но и электронные. К примеру, если бумажный чек со временем выгорает, электронный не теряет свои силы даже через несколько лет. Правда, для его получения необходимо предупредить продавца до того, как он пробьет товар. Сотрудники налоговой также отмечают, теперь они могут не опасаться поддельных чеков. А руководство предприятия видит все совершенные сделки в режиме онлайн. Самая главная цель введения онлайн-касс – это необходимость легализовать рынок товаров и услуг. То есть, если раньше вся информация об операциях хранилась внутри кассовой техники, на специальной защищенной ленте, и информацию об этих кассовых операциях передавалась раз в год в налоговый орган, то сейчас, как только будет совершена какая-то операция, сразу автоматически информация о ней передается через оператора фискальных данных, это некий посредник, в федеральную налоговую службу. По закону не отправлять ежедневно данные в налоговый разрешено будет только магазинам, которые находятся в населенных пунктах, где нет интернета. Перечень таких муниципалитетов утверждают региональные власти. Ирина Кобзарь, Андрей Цветков, Роман Юдаков, Первый областной. Благовещенская полиция предупреждает о новых случаях кибермошенничества. Недавно при помощи вредоносной программы с банковской карты жительницы областного центра без ее ведома списались деньги через онлайн-приложения. Дело в том, что она разместила объявление на одном из популярных сайтов о продаже своей квартиры и указала всего лишь номер телефона. Чуть позже ей пришло сообщение с предложением обменять квартиру с доплатой. Для этого всего лишь нужно было пройти по определенной ссылке. После ее загрузки телефон оказался заблокирован, а позже выяснилось, что с банковской карты, прикрепленной к данному телефону, были сняты деньги. Предварительно установлено, что ссылку прислал абонент, проживающий в Свердловской области. В Свердловской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция призывает всех быть бдительными, не открывать незнакомые ссылки и не сообщать личную информацию о себе, а тем более о данных банковских карт. А также устанавливать антивирусную программу на телефон и постоянно обновлять ее. Почти все пенсионеры, кому полагались выплаты в 5000 рублей, а это более 230 тысяч человек, получили деньги. Пенсионный фонд завершил основную выдачу 28 января. В феврале средства будут доставлены тем пенсионерам, которые по каким-либо причинам не смогли их получить в установленный срок. Таких в области более 5000 человек. Напомним, зачисление на банковские карты состоялось 11 января. Деньги получили более 111 тысяч пенсионеров. Почтовая доставка продолжалась дольше. С 13 по 28 января по графику. Средства получили более 120 тысяч человек. Еще одна прибавка в 2017 году ожидает российских пенсионеров. Увеличение пенсии по старости. Начиная с 1 числа грядущего месяца соцвыплаты проиндексируются на 5,4%. Это уровень инфляции предыдущего года. И в апреле еще на 0,4%. В результате чего общий размер повышения составит 5,8%. Об этом пишет газета.ру. При этом индексации коснется только неработающих пенсионеров. Те граждане, которые по достижению пенсионного возраста все еще продолжают работать, прибавку не получат, уточняет издание. Однако в случае, когда работающий пенсионер решает все же выйти на полноценный заслуженный отдых, государство обязано единовременно проиндексировать его пенсию до текущего общероссийского уровня. 35 миллионов рублей пенсионных накоплений в прошлом году получили наследники. Еще 68 миллионов пенсионных сбережений до сих пор хранятся на счетах амурчан, которых уже нет в живых. Их также могут получить правоприемники. Для этого необходимо предоставить в управлении Пенсионного фонда России по прежнему месту жительства родственника пакет документов. Подобные выплаты в прошлом году получили более тысячи жителей при Амуре. Сумма составила около 34,5 миллионов рублей. Самый большой размер выплаты составил 306 тысяч рублей. Если умерший человек участвовал еще и в программе софинансирования пенсионных накоплений, то правоприемникам выплачиваются как его дополнительные взносы, так и прибавка государства. Обращаться за выплатой в пенсионный фонд следует в том случае, если накопления умершего родственника находились именно там. В случае, если накопительная часть пенсии хранилась в негосударственном фонде, правоприемники должны обратиться именно в эту организацию. За выплатой важно обратиться до истечения 6 месяцев, со дня смерти, иначе право придется восстанавливать уже через суд. Размеры выплаты могут быть разными – от нескольких десятков рублей до нескольких сотен тысяч, в зависимости от стажа и заработка. Более подробную информацию вы можете получить по телефону горячей линии. Власти Германии ищут бывших российских военнопленных, чтобы выплатить им по 2500 евро. Это почти по 160 тысяч рублей каждому, кто попал в фашистские лагеря в период Великой Отечественной мировой войны – с июня 1941 года по май 1945. Отмечается, что те военнопленные, кто совершил или был причастен к каким-либо преступлениям, права на получение компенсации не имеют. Также деньги не смогут получить родственники или наследники ветеранов. Ходатайство в письменном виде с личной подписью узника нужно подать до 30 сентября 2017 года. В общей сложности в фонде заложено 10 миллионов евро из расчета по 2500 на человека. Однако, по оценке экспертов Германии, вряд ли удастся раздать даже половину от этой суммы. Бывших советских военнопленных в живых осталось менее 3000 человек. Но и этим людям довольно сложно будет перечислить деньги, поскольку немецкое правительство планирует отправлять суммы непосредственно на счет каждого фронтовика, минуя посредников в лице различных ветеранских организаций. Более подробную информацию можно узнать на сайте министерства. Омега-дефис-рус.д Визит в налоговую можно спланировать заранее, воспользовавшись электронным сервисом сайта ФНС России. Онлайн-запись на прием в инспекцию. Для того, чтобы записаться по электронке, необходимо ввести контактные данные налогоплательщика, выбрать последовательно регион, инспекцию и услугу, за которую плательщик обращается в инспекцию, ну а затем выбрать удобное для посещения день и время. Один налогоплательщик может записаться на две и более услуги в один и тот же день, но в разное время. К тому же записавшийся по электронной очереди обслуживается в приоритетном порядке, что значительно сокращает время ожидания в очередях. Также во всех налоговых инспекциях области предусмотрены дополнительные часы приема для налогоплательщиков. В понедельник и среду часы приема с 9 утра до 6 вечера. В вторник и четверг специалисты работают с 9 утра до 8 вечера. Кроме того, рабочими днями является вторая и четвертая субботы месяца с 10 до 15 часов. Благовещенская таможня впервые стала лучшей на Дальнем Востоке. Оценивали деятельность 9 приграничных ведомств. Учитывалась работа сотрудников, количество декларации, суммы перечисленных денег, бюджет. Об этом подробнее блоговещенские таможенники рассказали журналистам. Был среди них и Денис Свериденко. Амурчане стали активнее пересекать границу, даже чаще, чем жители соседнего Китая. В прошлом году через пункты пропуска прошли более 800 тысяч человек. Вместе с тем больше стало и нарушений. Кроме безобидной одежды и обуви через таможню проводят холодное оружие, наркотики, ювелирные изделия, драгоценные металлы. Буквально на днях у гражданки КНР было выявлено почти килограмм уже золотых слитков, сделанных, скажем так, кустарным способом. Ну, пока ведется проверка, более подробную информацию я довести не могу. Но вот это направление, скажем, для нас приоритетное. Золото пытаются провести не впервые. В прошлом году в пачке от сигарет житель Китая хотел переправить полкило драгметалла. Нарушают не только туристы, но и предприниматели. При оформлении деклараций не всегда они честно пишут документы о провозимых товарах. Так заведено два уголовных и 26 административных дел. Проверить точно, достоверна ли информация, у инспекторов не хватает времени. Ну, не скажу, что это сплошь и рядом, просто есть тенденция к тому, что мы выявляем такие случаи. В прошлом году, по итогам прошлого года, было проведено 31 таможенная проверка, по которой было значительно порядка 80 миллионов рублей, которые не своевременно поступили в бюджет. В целом, пока внешнеэкономическая деятельность в упадке, говорят таможенники. Растет экспорт сои, но снижается экспорт древесины. Кроме того, через Благовещенскую таможню вывозят продукты, машины и оборудование. А скоро будут вывозить и природный газ. В области строится крупный газоперерабатывающий завод. В марте в районе Верхнеблаговещенского начнется строительство временного пункта пропуска для строительства подземного трубопроводного перехода. Будет два тоннеля под Амуром диаметром примерно 3 метра. Каждый в одном будет основная нитка, в другом резервная. То есть, понимаете, бетонная труба, как бы тоннель вот этот и внутри металлическая. Пункт пропуска будет, в принципе, обычный, но он будет строиться временный, да, только для строительства вот этого трубопровода. После постройки пункт пропуска будет демонтирован. Всего в 2016 году через границу перевезли более 1 миллиона 300 тысяч тонн грузов на сумму почти 400 миллионов долларов США. В общей сложности за прошлый год таможенники пополнили федеральный бюджет почти на 3,5 миллиарда рублей. Денис Сверденко, Максим Шейкин, Первообластной. Юному жителю Тынды требуется помощь. У маленького Тамерлана детский церебральный паралич. За свои 4,5 года большую часть времени мальчик проводит в больницах. Полгода назад неравнодушные граждане уже откликнулись на беду семьи. Летом прошлого года, благодаря собранным средствам, мальчика удалось свозить на лечение в Китай, после чего его здоровье заметно улучшилось. Теперь Тамерлану необходим второй курс восстановления. Однако самостоятельная семья не в силах собрать большую сумму. Полгода назад для маленького Тамерлана держать ложку в руках было невыполнимой задачей. Мальчик не мог сидеть и самостоятельно стоять на ногах. К тому же он до сих пор не разговаривает. В Питер ездили, в Турнеры. Там нам сказали, что мы просто лентяи. В Уфу ездили. Везде разные диагнозы нам ставят. Потом где в Нерингре были, в Благовещенске в основном постоянно лечимся. На данный момент здоровье ребенка улучшилось. Помог трехмесячный курс лечения в клинике Харбина. Попасть туда ребенок смог благодаря помощи неравнодушных амурчан, которые собрали деньги на поездку. Поставишь его, то есть, и он ходит. Если упал, то все, он как черепашка на спине лежит и никуда и ничего не двигается. Крутится так и все. А вот в Китай мы поехали, там очень большие результаты нам дало, чтобы он и вставать начал, нагибаться сам, и поднимать предметы, начал кушать ложкой. Сейчас Тамерлану необходим второй курс лечения. Он назначен на 1 марта. Юного тынденца уже ждут в реабилитационном центре Харбина. Курс лечения обойдется в 500 тысяч рублей. И это без проезда и проживания. Самостоятельно многодетной семье. А они воспитывают четырех детей не в силах собрать такую сумму. Проживание три месяца, это получается 135 тысяч квартира, переводчик 30 тысяч берет, и чтобы встретили, проводили, как бы это на билеты на самолет туда-сюда. Вот такая вот, около 700 тысяч. В прошлый раз мы 750 тысяч потратили. Спасибо огромное всем тем, кто откликнулся раньше, кто откликнется сейчас, не пройдет мимо нашей, как говорится, беды. И выразить огромную благодарность всем тем, кто помог уже ранее. Из необходимых 700 тысяч у семьи сейчас есть всего лишь 36. А поэтому родители мальчика обращаются ко всем неравнодушным за помощью. Номера, карта, а также номер телефона мамы Регины Кириленок вы сейчас видите на своих экранах. Ростислав Азизов, Первый областной канал. На этом у меня все. Еще больше экономических новостей на сайте morlenta.ru. Смотреть нашу программу можно еженедельно, но пересматривать понравившиеся сюжеты и выпуски можно в социальных сетях на страничке Первого областного канала в Фейсбуке и Одноклассниках, а также на сайте amurobl.tv. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова